Всем привет! Напоминаю, каждый, кто внесет донат по ссылке на экране или оформит спонсорскую подписку на этом канале, попадет в начало следующего видео. Сегодня я говорю спасибо зрителям Алексея Тереза, Вилайтс, Пятихедж, Артем Шойму, Тимофей Джаггернаут, Данил Суслов, Project Nelson, OKTV.ru, Слип, Марк Шварцкоп и Майка. А теперь перейдем к видео. Возвращаемся к модам, дорогие друзья. На повестке дня один крупный проект, который мы уже однажды разбирали на этом канале. Fallout 4 The Capital Wasteland это довольно интересная работа по переносу всего Fallout 3 на технологии четвертой части легендарной серии. Когда в прошлый раз мы обращались к этой теме, это был разбор одного из трейлеров, в котором нам не только показывали внешний вид и анимации диких гулей, но еще и продемонстрировали некоторые локации, собственно графику, а также когтя смерти. Сегодня же я хочу поговорить с вами на тему последнего геймплея, выложенного разработчиками, а также небольшого трейлера, в котором нам анонсировали на движке Fallout 4 самое лучшее дополнение для Fallout 3 по версии многих Point Lookout. Если честно, то этот анонс мне немного застал врасплох, все же так скоро распыляться еще и на дополнение, как минимум странно, ведь разработчики не упустили еще основную часть, а мы получаем исключительно трейлеры и геймплейные куски. Но, раз уж они решили заниматься сразу и дополнениями, то кто мы такие, чтобы их судить? Единственное, поиграть хочется уже сейчас, а судя по всему, разработка затянется еще на очень долгий срок. В любом случае, давайте рассмотрим все это по порядку, а потому спасибо вам за ядер лайки, квантовые комментарии, подписку и подергивание моего колокольчика. Приятного просмотра! Итак, для начала давайте рассмотрим видео, которое называется You Gotta Shoot Him In The Head Gameplay Trailer. Из названия сразу становится понятно, что речь пойдет о прохождении квеста Контрольный выстрел, разбор которого вы легко сможете найти на канале. Собственно, так даже сравнить будет легче, хотя тот ролик и был снят довольно давно и качество у него хромает. Для начала мы можем видеть, как главная героиня прибегает к историческому музею, где, как мы помним, тусят разумные гули. Интерьер помещения выстроен ровно так же, как он был и в Fallout 3, и зачастую кажется, что чуваки просто импортировали все из оригинала, практически никак не доработав. Но если присмотреться, то где-то лучше текстурка, где-то иначе валяются вещи, поэтому все же это полная переделка. Главная героиня начинает общаться с мистером Кравли, и тут мы можем видеть не только прикольно сделанных гулей, которые выглядят канонично стрёмно, прямо как в тройке, а не те слащавые уродцы из четвёрки, но ещё и диалоговую систему, которая повторяет таковую из третьей части. Но, разумеется, с одним крупным отличием. Игра теперь не замирает, а персонажи продолжают делать свои дела. И потому в такие моменты может произойти самые разные события. Помните то видео из Fallout 4, где во время диалога к игроку подбежал супермутант с бомбой? Вот и мне теперь интересно будет посмотреть, как такой интерактив повлияет на мир столичной пустоши. После взятия квеста, а как мы помним, нам необходимо убить нескольких персонажей, нам продемонстрируют разные различные диалоги с этими героями, как и их внешний вид. Дуков, например, смотрится довольно неплохо в обновлённой графике, хотя я и представлял его раньше как человека слегка помоложе. В разговоре с ним нам продемонстрируют возможность перка «Чёрная вдова», с которым Дукова можно не убивать, а забрать ключик просто так. В следующей сцене нам покажут интерьер «Ревит-Сити», который стал действительно очень неплохо выглядеть. Ну и кроме того, нам продемонстрируют перк «Песочный человек», при помощи которого Тед просто умрёт, даже не проснувшись. А ключ окажется у нашей злобной героини, которая, кстати, выглядит довольно... ну, не щёток. «Республика Дэйва» тоже выглядит ровно как в прошлый раз, но сильно похорошевшей графикой. И тут на самом деле у меня встает вопрос. Может быть, не стоило разработчикам прямо так в лоб переносить всё из оригинала? Вспомните ту же «Блэк Меза», в которой всё же новые разрабы придумали кучу нового для уже знакомой нам игры. А здесь мы видим ровно то же самое, никакого креатива. Ну, хотя, быть может, тогда этот мод разрабатывали бы ещё лет 50. В «Республике Дэйва» нам покажут ещё раз боевую систему с пистолетом и глушителем. Смотрится всё красивенько и приятно, надеясь, не подкачают и с оптимизацией. Ну, а затем мы отправляемся в Тенпенни Тауэр, моё любимое место в игре. Жаль, конечно, что квеста с гулями продемонстрировано не будет, однако мы можем посмотреть на внутренние помещения, узнать, что лифт здесь работает ровно как в четвёрке, то есть без лишних загрузок. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что в диалоговой системе нам оказывается иконками возможность прокнуть красноречием. Алистер Тенпенни, как все мы знаем, может предложить неплохие деньги за то, чтобы мы убили мистера Кравли, а не его. Но игравший разработчик решил забить, и Алистер потерял голову, а Кравли получил все нужные ему ключи. Кстати, хочу здесь заметить один факт. Мод Capital Wasteland в один не очень приятный момент довольно на большой срок заморозили, ведь у Бефезда не было прав на озвучку актёров, и тогда юристы компании сообщили мододелам, что впереди могут появиться проблемы из-за голосов актёров. Но создатели собрали всю волю в кулак и решились на переозвучку всех героев самостоятельно. Как я понял, в этом ролике мы уже можем наблюдать новую озвучку, и она на самом деле очень даже неплохая. В общем-то, на этом и заканчивается демонстрация прохождения этого квеста в модифицированном для четвёрки виде. Если честно, то выглядит вполне неплохо, пускай и никакого вау-эффекта не случилось. Как его не может случиться и от трейлера Capital Wasteland Point Lookout. В анонсирующем трейлере нам показали локации, врагов, и пожалуй, за исключением фреймрейта, всё здесь выглядит максимально знакомо. Надеюсь, что оптимизация не подкачает и здесь, и заставка во время прибытия в Point Lookout будет смотреться гладко и приятно, а не как в оригинале даже на ПК. Само по себе дополнение нам по сути не показано. Как говорится в описании, над Point'ом работают всего трое человек, и это считается сайд-проектом, который сейчас на стадии очень-очень ранней альфы. Поэтому, быть может, мой страх, что из-за этого весь Capital Wasteland будет разрабатываться дольше, абсолютно ни на чём не основан. Но с другой стороны, я всё же не понимаю, зачем распылять свои силы сразу на несколько подобных модов. В Point Lookout, разумеется, не так много контента, чтобы затягивать с его переработкой на движке четвёрки. Однако я был бы рад, чтобы создатели сначала просто выпустили оригинал. Если вернуться к общему фону обоих этих роликов, то, блин, круто. Когда мы в прошлые разы разбирали моды вроде Fallout Miami или Cascade, то пришли к выводу, что очень битит ради умолчания разработчиков. А создатели ремейка трёшки нет-нет, да и одарят нас довольно жирными кусками информации, причём не где-то в кулуарах типа Твиттера, а именно большими роликами и трейлерами. Желаю им и дальше заниматься подобными вещами, ведь тогда мы сможем их поразбирать и обсудить, а того и желания ждать проект станет ещё больше. Год назад, когда вышел мой первый ролик, посвящённый The Capital Wasteland, мы пришли к выводу, что вроде бы всё круто, однако сильно видно влияние нововведений в Fallout 4. Например, Коготь Смерти теперь выглядит как Дьявло, а Гули скачут и прыгают ровно так же, как они делают это в четвёрке. Лично меня очень сильно бесят Гули из четвёрки, поэтому я ненавижу играть четвёрку не с талсовым персонажем. Вообще в этой игре достаточно много мелких резких врагов, по которым фиг нормально прицелишься, а посему хочется контролировать ситуацию. Когда я подводил итог в прошлый раз, то пришёл к выводу, что такие моды пускай и не особо мне интересны, но всё же это просто старая игра, ещё и на движке уже старой игры, в чём смысл? К тому же тройка и так, как по мне, играется до сих пор интересно в её первозданном виде. Однако, конечно, круто, когда разработчики берут и собираются в такой вот пати, делают какие-то крутые вещи, до которых от чего-то сами правообладатели никогда не могут добраться. К тому же могут случаться зачастую какие-нибудь внезапные позитивные штуки, как, например, выход Black Mesa. Да, да, я опять о ней. Но, ребят, это действительно шедевр. А что вы думаете о Capital Wasteland? Ждёте модификацию и, как вы думаете, заменит ли она для нас оригинал? Как мне кажется, учитывая, что переносится игра целиком и без каких-то серьёзных изменений, то и, например, для меня, как создателя контента, будет странно в дальнейшем заниматься съёмкой трёшки именно из оригинала, ведь здесь и освещение лучше, как графика в целом. С другой стороны, когда мы получим этот мод? Одному Тоду известно. А, нет, даже Тоду, блин, это неизвестно. Печально. Capital Wasteland – это большой проект с очень крупными амбициями и отчасти очень круто, что внешне он похож всё же больше на тройку, чем на четвёрку, хотя графика и откуда ноги растут видно невооружённым глазом. Но в любом случае, по тем данным, что у нас есть сейчас, это потрясающий проект, который очень хочется ждать и верить, что получится абсолютно прекрасное произведение. А на сегодня, пожалуй, всё. Если вам понравилось видео и вы хотите, чтобы на канале появлялось больше роликов, посвящённых модификациям, то обязательно поставьте ядер лайк и напишите в поддержку какой-нибудь комментарий. Ну и, конечно же, самое ценное от вас будет подписка, подёргивание колокольчика и прочие штуки, которые можно сделать, чтобы меня поддержать. Играйте в хорошие игры, ну и моды, разумеется. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok